Дорогие друзья, еще раз добрый день, еще раз 21 октября, блогер из Перемия, палец руни КГБ, Бессонов Алексей Борисович. Друзья мои, ну вот сегодня Юлия Навальная заявила, что она будет, если будут выборы, баллотироваться в президенты. Но это следовало ожидать, потому что, чтобы вы правильно понимали, мое оценочное мнение, что в стране давно брошен на цивилизационный выбор, да, вызов цивилизационный. То есть фактически, как мы будем развиваться, или по канонам, отчасти, так сказать, латинской церкви, протестантизма и так далее, или что-то другое. Но я против того, чтобы с политическими оппонентами обходились при помощи яда, пистолета и так далее. Я все-таки из-за того, что идеи. Должна быть борьба идей, борьба концепций, теорий, а не пули ядов и так далее. Когда говорят, что Навальный бы взял улицу, привел и так далее. Нет, Навальный взял бы крупные города, города-миллионники, молодежь бы взял, он бы набирал свои 12, 20, 30 процентов. Была бы фракция у него даже, может быть, в Думе государственной. Так же, как и Ельцин. Ельцин, кстати, в этом плане, так сказать. Но в целом Россия, она патриархальна. Патриархальна. И внутренний русский народ, он все-таки против таких ярко выраженных либеральных ценностей. Но Путин, Путин тоже, он разный был. Молодой Путин, помните, полиция Касьянова, это был абсолютный старонник Ельцина. Семьи, и, в общем-то, так сказать, ничем не отличался. Полиция Касьянова ничем не отличалась. Да, сегодня он проводит очень достаточно взвешенную и жесткую национальную внешнюю политику. Отставить интересы, в том числе с оружием в руках. У России есть зона интересов. Он сказал об этом еще в 2007 году, что это бывшее постсоветское пространство. Это зона наших интересов. Но, к сожалению, у него получается плохо. Только вот с оружием, а мудрость политика состоит в том, что нужно отставить интересы, но до войны стараться не доводить. Это крайне, что такое война? Это та же политика, только другими способами. Поэтому, ну, я думаю, что это будет последнее боевое действие, которое мы закончим. Мы победим в этом конфликте, безусловно. Ну, а дальше будет устраивать заново все пространство постсоветское. И вы видите, как позиция Казахстана, Туркменистана, Грузии, Армении, Азербайджана, она очень-очень далека от идеальной. Хотя, фактически, вот за годы советской власти, а это был пик развития цивилизации русской, да. Сталинские реформы вообще были уникальные реформы. Но вот за годы советской власти именно республики Средней Азии дали рост, величайший рост населения, при том, что русские увеличились там всего в два раза, а не в пять, в семь раз увеличили население. И действительно проблема была, да. Проблема была в том, что фактически мы встроили интернациональную империю, империю наоборот, да, называли. Я рассказывал уже, что Ленин, фактически надеясь на инвестиции англичан, создал вот так называемую конфедерацию. Причем там же было не так. Там в 22-м году он подписал договор о создании конфедерации, а конституцию приняли в 24-м году при Троцком. Ленин там уже болел. И в 18-м году я рассказывал, что Чочер пишет об этом, что парламент Англии проголосовал, что мы поддержим тот режим в гражданской войне, кто организует на территории России конфедерацию. Именно так при помощи конфедерации они управляли Индией. И Ленин, может быть, пошел он об этом для чего? Для получить инвестиции на экономику. Мы ему не дали, его обманули. Ну, он умер уже, фактически с 23-го года он отошел от власти. Инсульт, так же, как его отец, очень рано умер. Инсульт, видимо, генетическая болезнь и так далее. Поэтому нам очередной вызов бросим. Удержим, не удержим, что получим на выходе, словно сказать. Но Путин тоже, он был достаточно своеобразный политик. Только сейчас он начинает понимать, что нужно строить Россию по совершенно иным лекалам, по иным алгоритмам. Но его команда очень слабенькая. Да, то есть фактически только сейчас он начинает действительно регулировать экономику. Создавать свои отрасли. Тяжело, трудно. Ну, вот такие дела. Ну, Навальная, да, видимо, она будет в изгнании формировать правительство и президентом будет претендовать в какие-то... Но я против того, чтобы с оппозицией боролись только при помощи оружия, там, психушек, тюрем, ядов. Я за то, чтобы была интеллектуальная, интеллектуальный спор. Но, к сожалению, в этом плане Путина он слаб с точки зрения, да. Нам нужен новый марксизм, новый социализм. Но, к сожалению, команда Зюганова тоже достаточно слаба. Геннадий Андреевич обеспокоен тем, чтобы остаться на века навсегда до смерти на своем послу. А нам нужен новый социализм, новые идеи. Хотя там тоже не так все просто. И вот когда я читал Маркса... Ну, что у Маркса? Теория прибавочной стоимости. Положение тяжелое очень... Это его первый том капитала, да. Тяжелый поженщик от труда. Второй, третий том писал Энгельс. Четвертый Кауский. За что Ленин ненавидел, кстати, Кауский. Ну, ладно. Поэтому нам брошен вызов. Победим, сможем устоять. Ну, трудно сказать. Но, тем не менее, вот такая ситуация. Спасибо ваш, Бессонов Сергей Борисович.